Александр, как вы считаете, какая минимальная сумма в месяц должна быть на продвижение нового канала и закупать кламгу? Минимальная сумма для чего? Для продвижения канала какого канала? Вот если у вас канал, допустим, вы продаете там сразу Сваровский, это одна сумма для продвижения. В зависимости от того, какая у вас конкуренция в нише. То есть, если вы сняли канал и сколько там людей, желающих смотреть, если вы сняли канал условно о, ну давайте так, о хрустальных люстрах, как правильно выбрать хрустальную люстру там, да, как ее там мыть, как ее там выбирать, какой бывает хрусталь, какие нужны лампочки, то я не думаю, что у вас там будет аншлаг, даже при большом бюджете. Понимаете? В чем суть? А если вы снимете канал, допустим, как говорить на китайском, то вполне возможно, потому что сейчас Китай наступает и все, или там, сделайте канал, как заработать на ТикТок. Вот сделайте канал, как заработать на ТикТок и у вас будет разрыв парадигмы. Но там конкуренция, потому что желающих объяснить людям, как заработать на ТикТок, там, не знаю, пятьсот видеоблогеров и вы будете биться за внимание с этим пятиста, поэтому держайте. То есть зависит от тематики. Не бывает вообще минимальных сумм, понимаете? И максимальных не бывает. Бывает та сумма, которую вы готовы потратить и забыть. Вот честно говорю, потому что никто никогда без теста не скажет вам напрямую, сколько чего стоит. Ну, надо все тестировать. Почему? Потому что бывают тематики, ну, условно. Если вы попробуете зайти в стоматологическую тематику, как там поставить виниры, как отбелить зубы, голливудская улыбка, там, Москва недорого, то, в принципе, вы просто в трубу вылетите на первых тысячи подписчиков. Субтитры сделал DimaTorzok